Каким был Симбирск в начале 20 века, река Волга, как выглядели её берега. Всё это вы увидите на выставке живописи и графики «Художественное наслаждение. Не роскошь» в одном из залов Литературного музея «Дом языковых». В экспозиции представлено более 50 подлинных работ двух художников, представителей Симбирской художественной школы Павла Ильича Пузыревского и Дмитрия Ивановича Архангельского, учителя и его ученика. Перенял основу работы классическую художественную школу «Архангельский» как раз у Павла Ильича Пузыревского. Перенял и любовь к миниатюре, которую Пузыревский начал собственноручно выполнять, копируя каждое своё произведение, каждый свой эскиз и отправляя по почте или раздаривая своим друзьям, знакомым. Дмитрий Иванович Архангельский тоже тиражировал уже типографским способом свои иллюстрированные почтовые открытки. Они тоже представлены на выставке. В большей степени эти два художника писали пейзажи. Красота родной природы их завораживала. В своих работах они запечатлели и красавицу Волгу, её живописные берега. Отдельно стоит отметить архитектурные памятники города, дом поэта Николая Языкова, здание симбирских губернских присутственных мест, гостиный двор, Троицкий кафедральный собор и другие, многие из которых уже утрачены, но сохранились в работах художников. Позыревский занимался ещё и декорациями к театральной жизни симбирска, занимался постановками. Он написал как раз вот эту картину, беседка на обрыве, для театра, большую декорацию. Для Гончаровской выставки он сделал копию в более меньшем размере. Эту копию потом повторил Архангельский. Картины с беседкой обоих художников тоже можно увидеть на выставке, на которых мы хорошо видим разницу в художественном взгляде и технике исполнения Архангельского и Позыревского. Дополнением выставки стали экспонаты, демонстрирующие личные вещи Архангельского. Среди них представлены фотоматериалы, открытки, художественные кисти, краски, очки и другие предметы. Напомним, что этот год юбилейный для художников. В декабре исполнится 160 лет со дня рождения Павла Ильича Позыревского. 135 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Архангельского мы отметили в феврале. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова